Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Мастер-классы». Я ее ведущая, Томила Круглиева. И сегодня я хочу рассказать об очень интересном искусстве. Итак, мы уже подъехали к мастерской нашей героини. Пойдемте знакомиться. Да-да, добрый день. Входите. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Наталья, сегодня я уже рассказала нашим телезрителям, что речь пойдет об очень интересном искусстве. Давайте поскорее расскажем им, что мы сегодня будем делать. Сегодня мы будем делать такой достаточно оригинальный арт-объект из настоящего жилого материала, из тыквы лагинария. Эта тыква вырастает в таких форм и всевозможных размеров. Сначала она бывает зеленая, а потом при высыхании она становится вот такого красивого, естественного, песочного цвета с красивыми крапинками. И попробуем сделать вот такой объект, арт-объект гранат. Давайте сначала нашим телезрителям расскажем о том, что тыква – сорт гунзари, насколько мне известно. Лагинария, научное название этого сорта тыквы – лагинария. У нас она называется и гунзари, и дуплянка, и бутылочная тыква, и колебас. Еще одно название – колебас. В общем, много разных названий. То есть изначально она пустая, мы ее никак не обрабатываем, просто сушим. Да, мы ее выращиваем, я выращиваю ее у себя на даче. Я знаю, что многие этим занимаются. Это красивая декоративная тыква, которую можно всевозможно использовать. Вообще в народе она издавна использовалась как емкость для… ну, как посуда. Это и чаши всевозможные, и фляги для хранения воды. Кстати, говорят, что вода, которая хранится в такой тыкве, она не портится очень долго, и остается прохладной даже самую сильную жару. Поэтому многие пастухи пользовались вот такой тыквой. Здесь очень удобно привязать какой-то шнурок и повесить там лошадь или себе на пояс. А как вообще возникла такая идея разрисовывать тыквы? В этом виноват проект «Куклоград». Мадина Манасова, автор проекта «Куклоград», предложила мне в нем участвовать. Так как я совершенно никакого отношения к куклам никогда не имела, я профессиональный живописец, у меня стала такая передо мной проблема, из чего сделать куклу. Я начала бегать по дому и разыскивать какие-то предметы, которые могли бы мне в этом помочь. У меня в виде икебана стояла вот такая вот тыковка со спеленной макушкой, и здесь были сухие цветы. Ну, просто для красоты стояла. Я схватила эту тыкву, начала ее вертеть, думаю, что же, может, с ней что-то сделать, перевернула. И думаю, о, вот же тыква, вот же вот здесь вот можно сделать какую-то мордочку, вот же совершенно такой антропоморфный вид, можно сделать какой-то человечка. И, в общем, я так, это была моя первая кукла, которую я придумала. Я расписала средневековую, нет, возрожденческую, расписала возрожденческую девушку, назвала ее Сюзанной, и выставила на первом куклограде. Так что можно сказать, что первым толчком была именно вот. Да. И теперь регулярно на каждый куклоград я придумываю новый образ, новую тыкву с каким-то, с какой-то историей, с какой-то легендой. Я хочу вам показать, как это делается изначально. Здесь была немножко другая форма, вот такая вот, да? Но сейчас она вот у нас еще не высохла, это свежий урожай, а из прошлогоднего есть вот такая вот форма. Но я думаю, разницы нет, мы можем сделать ее. Сначала мы отпиливаем верхнюю часть. Это тыква пустышка, внутри она полая, поэтому она легкая, легко режется, вот у нее тонкий край. Она очень легко обрезается. Такая тыква, она сохнет около года? Нет, она сохнет, но она висит на лозе, лоза вьющаяся. Она висит на лозе все лето, и к осени она подсыхает. Я ее снимаю, и где-то через 2-3 месяца она готова. Уже готова к использованию. Да, ну вот зимой, зимой, к весне ее уже можно использовать. Наша задача найти хорошо высушенную тыклу, отпилить обычной ножовкой, ну это можно сделать и резаком, но ножовкой удобнее, отпилить макушку, вырезать из нее вот эту вот коронку и перевернув тыклу, приклеить ее сюда. Приступаем? Конечно. Насколько она легко отбирывается. То, что немного наискосок пошло ничего. Ничего страшного, все равно мы ее будем обрезать. И убираем ее, отделяем от туловища. Бумажку. Когда мне пришла вот эта идея сделать куклу из тыквы, я, естественно, залезла в интернет и посмотрела, есть ли что-либо, что вот народ делает. И обнаружила там огромное количество вариантов поделок, всевозможных и всевозможных росписей, начиная там со средних веков китайские росписи какие-то, как это делали китайцы, да, и заканчивая современными... современными мастерами, которые вырезают всевозможные узоры. Потому что можно сделать сквозное прорезывание и всевозможные красивые узоры. Вот здесь вот внутри высохшие внутренности тыквы спокойно удаляются рукой. подоложкой можно все это вырезать, ну, и вытащить семечки. Они очень легко удаляются. У нас получается вот такая заготовка. чтобы хорошо легла краска и чтобы у нас проявились все вот эти вот красивые эффекты. Ценность как раз именно поверхности этой тыквы вот в этих красивых пятнышках и полосочках, всевозможных точках, которые создают очень красивую среду для, именно, для объекта, для арт-объекта. Прежде чем вырезать коронку, я почитала, сколько вот этих хвостиков на коронке. И оказалось, что чаще всего встречается шесть. Бывает и пять, бывает даже семь или восемь, но, как бы, стандартно это шесть. Анализ проявили. Да, да, да. Поэтому мы наметим. Наметим эти хвостики этой коронки. И потом мы будем их надрезать. Вот. А вот когда вот эти вот куклы вы рисуете, вы тоже заранее карандашом, потом красками или сразу? Ну, чаще всего, когда я начинаю делать куклу, у меня уже есть образ ее. Сначала я придумываю образ ей, а потом уже исполняю. И поэтому, так как я профессиональный художник, то мне не доставляет особого беспокойства это прорисовывание черт лица там или каких-то других антуражиков. Вот. Но когда задача посложнее, можно и нарисовать. Так, теперь мне нужно вырезать. Давай я сяду, да? Чтобы удобно было так вырезать, это будет достаточно тяжело. И вот нарезаком несколько раз проведем, прорезаем. Это будет топка. Это самое трудоемкое. А вот тыква, она, насколько капризный это материал? Бывает такое, что, допустим, работа уже почти завершена и где-то пошла трещина или еще что-то. Ну, как правило, если тыква хорошо выращена и хорошо высушена, таких проблем не бывает, если только она не упала, не разбилась. Не должно быть. Она достаточно толстая. Ну, аккуратненько, если с ней обращаться, то ничего не будет. Я конечный результат покрываю лаком для хорошей сохранности. И я думаю, надеюсь, что они проживут в таком состоянии не одно десятилетие. А таким лаком? Можно покрыть... Ну, у меня профессиональные лаки. Я покрываю или домарным, если хочу добиться блеска, или покрываю матовым, акриловым, если мне хочется добиться вот эти тыквы, покрытые матовым, акриловым лаком. Тут мало блеска. И краска сохранена в первоначальном виде. Но мне нравится... Естественно, получается. Да, но мне нравится и домарным лаком покрывать. Тогда получается очень красивый блеск. В общем, такие сияющие... Сияющие конституции. Мы клеить сразу будем, да, эту корону? Сначала мы покроем краской. Потом приближем. Теперь нам осталось просто зашкурить. Будешь? Угу. Так, так, так. Угу. Так, нашлась работа и для меня. Работа, которую мне наконец-то доверили. Так, мы просто... Да. Можно пошкурить, обработать края, чтобы они были ровные и красивые. Главное, ничего не сломать. Ничего не подпортить. Так, вот так края мы просто обрабатываем, да? Да. Для мастер-класса дается. У вас уже есть... Да. У меня уже есть... Плюс один, да. Шкурить не так сложно. По-моему, самое сложное уже позади. Да, да, самое сложное позади. Мы подготовили нашу форму. Одну и вторую. И должны покрыть их краской. Для того, чтобы получился эффект вот этой корки граната. А какую краску мы используем? У меня здесь темперная краска. Красный краплак. Холодный оттенок. Выдавливаю немножко краски. И жидко покрываю. Чтобы добиться вот этого эффекта. Нужно будет потом протереть тряпкой. Убрать лишнее. Мы используем только одну краску. Да, да. Вот в данном случае достаточно только одной краски. Вот мы ее жидко вот так вот покрываем. Можно не бояться. Она сохнет довольно быстро. Но вот пока она влажная, мокрая. А, можно ее тоже попробовать. Так, мы берем. Начинаем с водой, да? Ну, можно уже, можно прямо начинать. Вот на тыкве и водичку добавить, если можно. Ну, так в протер, чтобы рисунок самого в тыквы, он был виден. Он читался. То есть тыква сама чем-то напоминает? Тыква сама, да, фактура вот этой кожуры, она и напоминает корку граната. Если честно, я не помню в последний раз, когда держал в руке кисть. Ничего страшного. Вот так хорошо, да, вот так протер. Ничего страшного. Если она где-то соскальзывает, это потом мы все равно затрем все тряпкой. То есть вот так вот просто наносится и все. А теперь мы берем тряпку и тряпкой убираем лишнее. Растираем саму краску и появляется вот этот вот эффект корки. Ждем, когда чуть подсохнет и приклеиваем клеем. Вот у нас подсохла наша краска, она подсыхает довольно быстро. И теперь наша задача приклеить, да, приклеить коронку к телу граната. Мы используем обыкновенный клей. Да, это обычный клей титан. Им пользуются для приклеивания пластика, бумаги, картона, склеивания. В нашем случае это будет тыква. Структура у нее пористая, приближена к картону, поэтому хорошо цепляет, хорошо приклеивает. Сейчас он потечет. И достаточно подождать минуточку, чтобы он чуть схватился. Такого количества клея достаточно, да? Такого количества клея достаточно, да. И приклеиваем. Нужно подобрать так, чтобы... Ну вот! Вот мы его приклеили. Угу, ну немножко подсохла. Вот такая вот красота у нас сегодня получилась. Дорогие друзья, не важно, какие материалы и инструменты находятся у вас под рукой. Важно дать волю своей фантазии, и шедевр получится из чего угодно. Я желаю вам хорошего настроения. Всего доброго. Это была программа Мастер-класс. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова